Как минимизировать риск для здоровья от традиционного крещенского купания, знают самарские спасатели. Сотрудники чрезвычайной службы предупреждают, окунаться в прорубь следует только на трезвую голову. О других рекомендациях в следующем сюжете. Алексей Степанов принимает ледяные ванны по соображениям с религией никак не связанным. Житель Самары таким образом закаляет организм. Православные обычаи окунаться в прорубь на крещение морж одобряет и поддерживает личным примером. Я посмотрел по телевизору, во Владике уже проруби окрестили. В одной стране живем, вода вся святая. На полевом спуске все готово к крещенской ночи. Потрудились сотрудники МЧС, развернули мобильный пункт обогрева и питания. Три вместительные армейские палатки предназначены для раздевалок и столовой. В раздевалках температура воздуха плюс 20-21. В столовой или по армейской пункте питания можно будет попить высококалорийного солдатского чая и попробовать гречневой каши, которая уже поспевает в полевой кухне. От крещенской ночи сотрудники чрезвычайной службы особых хлопот не ждут. Судя по прошлым годам, все должно пройти спокойно. ЧП и курьезных случаев не было, благодаря четкой организации взаимодействия всех сил и структур. В этом году установившиеся морозы сковали Волгу основательно. Так что есть возможность устроить надежную купель, или, как говорят верующие, иордань. На полевом спуске одна из самых надежных и безопасных купелей в областном центре. Те, кто рискнет окунуться в самодеятельную прорубь, сотрудники МЧС остановить, конечно, не смогут. Остается только предупреждать. Хочется обратиться ко всем жителям Самарской области, чтобы они купались в первую очередь в отведенных местах, которые обеспечены определенными силами и средствами для того, чтобы их купание прошло безопасно в первую очередь. Всего в Самарской области в Крещенскую ночь будет действовать 8 специально обустроенных мест, где окунуться в прорубь можно будет без особого вреда для здоровья. Найти адреса этих купелей можно на официальном сайте Управления МЧС России по Самарской области. Владислав Жирнов, Андрей Агеев. Новости губернии.